Доброго здоровья! С вами Дмитрий Гончаров. Мы снова вместе, потому что скоро нас вновь ждет воскресная служба 5-го класса. И сегодня мы поговорим о богородичных песнопениях. Богородичные песнопения посвящены Божьей Матери. Бывают богородичные стихиры, богородичные тропари, богородичные седания. И сегодня мы поговорим о богородичных тропарях из воскресного канона 5-го класса. Итак, откроем песню третью, крест воскресного канона. Идет обращение к Божьей Матери. Моли непрестанно чистая, воплощенного из боку Твоею, избавите от лести дьяволе. Итак, можно перевести так. Моли непрестанно чистая, воплотившегося из Твоего Бока Иисуса Христа. Кто же такой забог? Это слово встречается и в других песнопениях, из других служб. Например, Ермос в девятой песне канона «Преображение». «Рождество Твое не длинное вися, Бог из Баку Твоей пройди, як Платоносец». Или вот, например, песть девятая из службы отцам Шестого Вселенского Собора. «Бог от Баку Твоего сия, Мати Божия, и человеческий род обожи». Что же такое Бог? Некоторые пытались толковать по-простому. «Бог» означает просто Бог. То есть, они рассуждали так, что, раз Иисус Христос, когда рождался от Божьей Матери, не повредил Ее детство, то есть, она осталась с девой, значит, Он как-то рождался другим путем. И вот они и стали толковать это место, что Иисус Христос родился из Бока Божьей Матери. Ну, конечно, это неправильно. Иисус Христос, Он рождался обычным родовым каналом, как рождались другие люди, но не повредил Ее детство. Родился Он сверхъестественно. А слово «Бог» следует переводить с церковнославянского как «недра», «лона» или «чрева». То есть, таким образом, это выражение следует переводить так, что Иисус Христос, Он родился из «чрева» или из «недр» Божьей Матери. Таким образом, наш тропаль звучит так по-русски. Моли непрестанно чистая, воплотившегося из «недр» Твоих, избавить нас от дьявольской лести. А теперь, прежде чем перейти к толкованию следующего тропаря, нам надо вспомнить, что Иисус Христос, когда воплощался от Божьей Матери, то Он свою человеческую плоть сформировал из плоти и крови Божьей Матери. Так открываем девятую песть воскресного канона Божьей Матери и читаем. Тут для нас интересно представляет слово «усырися». Как оно переводится? Это слово переводится «сгустилось». Таким образом, по-русски звучит так. «От чистых кровей твоих сгустилось плоть сверхъестественно для Сына Божьего». Что вам напоминает это слово «усырися»? Наверное, напоминает слово «сыр». Действительно, если мы посмотрим, как производится сыр, то мы увидим, что действительно происходит сгущение молока. И конечный продукт так и называют «сырный сгусток». Поэтому и это слово употребляется в этом тропаре. Вот видите, какие интересные и неожиданные параллели. Поэтому приходите в воскресенье в храм, чтобы насладиться этими прекрасными беснопениями и прославлять Бога Всемогущего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!